За мою творческую жизнь Это Ольга Пиров, которую я очень люблю Это Дмитрий Ромашков, который пел мою песню «Камчатка» Муслим Магомаев, который пел «Мужская верность» Галя Нинашева, она пела «Россия, это ты и я» Владимир Семенович Высоцкий подарил мне эту фотографию Это я в Сочи, студия на телевидении, встреча идет Это Виктор Вуячич, интересный певец из Белоруссии Это Мартин Ларни, финский писатель, с которым я выступал на телевидении в Сочи Мария Бешу и Юрий Гарин, поэт, с которым я очень много работал Олег Милявский, московский поэт Марк Бернес, Владимир Окуль, наш солист театра оперы и балета Раиза Неменова, Аркадий Сакширайкин, который подарил мне эту фотографию Ольга Борисовна Воронец, которая пела мои песни, очень теплую надпись написала Лариса Модерстана на одном из первых своих концертов, она еще после окончания школы Владимир Макаров, который пел мою песню «Камчатка» тоже Лева Лещенко, Муслим Магомаев Это вот отец Ирочки Понаровской, с которым я очень дружил Ирочка была еще тогда совсем девочкой Вот это люди, которые мне, это югославский певец Джордж Марьянович, он пел «Мою мужскую верность» на «Голубом огоньке» в Москве по центральному телевидению Это Юрий Фокин, вел эстафету новостей, мы здесь на «Гоньке» в Сочи Это Раймонд Паулс, мы с ним на первом фестивале комсомольской песни были лауреатами на этом фестивале Вот так жизнь наша в фотографиях Ну, у меня написано примерно около 500 песен Ну, не все они, конечно, были в эфире, но многие были исполнены нашими ведущими солистами Я считаю, что творческая моя биография была довольно счастливой Потому что мне приходилось встречаться с Леонидовичем Утесовым, с Клавдией Ивановичем Шульженко, с Маркновичем Бернесом, с Исоковичем Дунаевским, который был моим крестным отцом, так сказать, по поводу Он меня благословил на то, чтобы я занимался композицией У меня много песен выходило в передачи, ну, в разные передачи вот они были «Служу Советскому Союзу», «Юность», «Голубой огонек» и все Я писал музыку для «Голубого огонька», который был в Сочи Кстати, я там в Сочи написал, на стихе Юрия Гарина написал песню «Камчатка», которая стала позывными Камчатскому радиотелевидению Так сказать, она мне всегда как-то нравилась, хотя нельзя сказать, какие-то песни могут нравиться, какие-то не нравятся Они все как дети, они, в общем-то, создавались моими руками и нельзя сказать, чтобы от какой-то песни я больше любил какую-то мечту Будучи на гастролях в Москве, Джорджа Марьяна, еще гославский певец, спросил его, они были в концерте в одном, и он спросил, есть ли у него что-нибудь, песня наподобие «Три года ты мне снилась» Знаете, эта песня, да? «Три года ты мне снилась, а встретилась вчера» Он говорит, есть такая песня, вот написал риский композитор, Хвоинский написал такую песню Они приехали домой, он послушал ее записи, переписал на магнитофончик, приехал в гостиницу, разбудил музыкального руководителя Тот написал оркестровку, утром они репетировали, вечером она была в концерте Вот вам, как она, так сказать, была создана Когда он ее пел в «Голубом огоньке», посвященном дню 8 марта На этом огоньке участвовал Муслим Агомаев в этом огоньке Он ее услышал, эту песню Мне позвонили срочно с радио из Москвы Давайте срочно ноты этой песни Муслим Агомаев будет ее петь в колонном зале Дома Союза Я с проводником отправил эти ноты Муслим ее включил в репертуар И когда я ее слушал, мне было очень приятно Когда по просьбе зрителей он трижды повторял эту песню на бес Так что она имела успех в этой песне С Ольгой Борисовичем я очень тесно сотрудничал И сотрудничаю, она поет много моих песен Она пела у меня Она пела «Лебеди», она пела «Колыбильные для мамы» Она пела «Девчонка пела перед боем» Это военная песня, если, так сказать, хотите, я могу ее засыпеть Да, немножко, да Вот, потом она, последняя была песня, которая Одна из последних песен, в которой она была записана Это «Золотая свадьба» Мне было приятно с ней работать в том плане, что Ольга Борисовна очень внимательно всегда Прислушивалась к пожеланиям автора Есть же, как некоторые певцы, которые берут свою песню, которую они будут исполнять И делают из этой песни даже трудно узнать, что там получилось А Ольга Борисовна Воронец, она очень внимательно прислушивается к интонации Где, так сказать, ну, где какая-то цезура, где кульминация песни Она все точно делает так, как это было задумано автором Поэтому я с ней с большим удовольствием работал Я много писал для Раисы Неменовой Она пела «Люби всегда весна», «Буратино», «Это печаль не твоя» Много песен, сейчас я трудно припомнить Вот, тоже была очень интересная работа Работала в оркестре Олега Лунстрема И там много моих песен звучало в исполнении этого ансамбля Замечательный дирижер и композитор Олег Лунстрем И мы с ним очень много контактировали Здесь у нас пели наши певцы, много песен Солисты нашего театра оперы и балета Такие, как Владимир Окунь, Валентина Гринберга Солисты опереты Николай Бачкун, Кожикова Богачков, такой замечательный певец на Украине был, который пел мои песни Ну, в них много можно говорить о исполнителях Которые стремились получить новый репертуар Все даже певцы хотят петь, чтобы быть первыми Чтобы петь песни уже второго плана Уже на втором плане они отказываются петь Они хотят всегда быть, чтобы после них пел кто-то другой Хотя вот Марк Наумович Бернес, он делал песню Вместе с авторами он делал сам песню Он страшно ревновал, когда кто-то пел другой эту песню Когда Георг Готц пел «Я люблю тебя, жизнь» Он страшно переживал, потому что Как он поет, это же моя песня А другие певцы, наоборот, когда после них кто-то поет Они как раз им было всегда интересно Ну, вот с Ольгой Борисовичем Воронец Мне было очень интересно работать С Раиной Неменовой, с Раисой С Лещенко, с Левой Он пел у меня, а песня осталась На стихе, были нашего рижанина, кстати Илья Героль, он сейчас живет в Канаде Является одним из ведущих журналистов Канады Да, он поэт, да, ну, там сейчас занимается журналистикой Ну, и было очень интересно работать с Белиным Первым поэтом, с которым я работал Потому что мы решали все эти вопросы В течение дня мы могли 10 раз по телефону друг другу звонить Я ему проиграю кусочек мелодии Он мне раз покажет какие-то стихи и так далее Наш поэт Николай Шулико Интересно мне было с ним работать С Валентином Ураловым Которым сейчас я пишу романсы Да, это тоже вот у нас контакт такой с ним Надеемся, он продолжится И мы будем с ним работать и создавать новые произведения В моем возрасте загадывать на будущее очень трудно Вот, работать, работать и еще раз работать Много я писал о ветеранах войны О ветеранах труда Ну, в общем-то, было много тем Детские песни Я писал музыку для театра Я писал музыку для Рижского театра русской драмы Я написал два спектакля Это был спектакль «Грешная деревня» И спектакль «Хотя и осень» Вонероприеда, да? Писали... Я много писал с авторствием, с композитором Нашим замечательным композитором Улдисом Лапшиним Вот, мы писали музыку для вот этих выпектов Я писал музыку для Воронежского театра русской драмы Сказки старого Арбата, Арбузова Робин Гуд в театре юного зрителя Ну, в общем-то, театральная музыка была Много писал для музыки Для электромузыкальных инструментов Ансамбля Мещерина На радио было много записано песен Пьес таких Вот Детские песни Шуточные песни Были написаны в основном на стихи наших рижских поэтов Это Николай Шулико Мы написали с ним Песню «На Руси звонят колокола» Написал с ним песню О России мы написали А когда-то давно мы писали с ним На стихи военной песни На стихи Валерия Овчарова, молодого Нашего рижского поэта Я написал несколько таких темповых песен Вот на стихи Валентина Уралова Как раз был романс Я сейчас вот пишу В работе у меня новый романс «Я встретил вас» Да Вот Как это получится еще я не знаю Но эскизы этого романса есть Уже немножечко Так сказать Как он получится Я в 15-летнем возрасте Во время войны Добровольно Вступил в ряды Армии Которые Ну на фронт меня не пустили Потому что мальчишку 15 лет Ну я был Так сказать При фронтовой полосе Я выступал перед И на передовой Выступал с ансамблем И так С аккордеоном пришло Приходилось мне Потому что я Школу кончал По классу скрипки Училище Как дирижер Ну и так сказать Поэтому я владел И аккордеоном И скрипкой Роялем Ударных Ну в общем Приходилось много Да Приходилось много Вот И эта тема Меня волновала Все время Кроме наших Рижских поэтов Я писал На стихи Многих Я написал На стихи Булата Куджава Я написал Песню тоже о войне О музыкантах Как раз Это мне была Близкая тема Это Которые Музыканты Шли на войну В ополчении И так далее Вот На стихи Многих поэтов На стихи Начинал я Здесь в Риге На стихи Нашего рижского поэта Григория Бейлина Вот это была Песня Буратино И ряд Целый цикл Много песен Было написано Его стихи Ну было много Написано Кроме этого Там была Юрмала Была А Юрмале Было несколько Песен написано На Риге И так далее Ну мы с ним Очень тесно Сотрудничали Ну и Много было Поэтов Московских Ленинградских Поэтов Ну около 500 песен Поэтому ясно Что там разные Ну вот сейчас Я вот работаю Так сказать Тесно С Валентином Ураловым С Валерием Овчаровым Вот Исполнялись они Нашими хорошими Оркестрами Сопровождались Это оркестр Всесоюзного радиотелевидения Под управлением Юрия Силантьева Михайлова Оркестр Оркестр Ленинградский оркестр Бывший Блекмана Вот Оркестр Эдди Рознера Ну Много оркестра было Которые исполняли Произведения Потом пели Такие ансамбли Они исполнялись В хоре имени Пятницкого Сопровождались Оркестром Имени Осипова Пел кварчет-аккорд Вокально-инструментальной Ансамбли Такие как Самоцветы Такие как Поющие юнги Акварели Ну в общем Было Много В отношении Инструментальной Музыки Тоже было Несколько Написано Пьес Которые Шли В исполнении Нашего оркестр Радиотелевидения Норильского Латвийского Вот Оркестром Бориса Карамышева Это голубой экран На московском Телевидении Я много лет Проработал музыкальным Руководителем Рижского Вагоностроительного Завода Я был председателем Художественного Совета Завода Значит Я помогал всей Так сказать Самодеятельности Я выступал часто В цехах Перед рабочими Писал В рабочем Классе Песни У меня были написаны Песни И не только О вагоностроительном Заводе У меня было написано И о ВЭФе Нашем Песня о рабочем Классе Ну я проехал Все вообще Всю Россию Потому что я Вот с латвийской Филармонии Я участвовал В ДКД Латвийского Искусства Молдавии Я участвовал Я был в двух Поездках от Латвийской Филармонии На Целине Дважды я ездил Первая бригада Которая бы ехала Отсюда На Целину Я аккомпанировал И выступал Своими песнями И о Целине Было песен Да Было Обязательно Я был в море Я был в Атлантике С бригадой Латвийской Филармонии Там я Написал Несколько песен Мы выступали Перед нашими Моряками Перед латвийской Базой Тралового флота Вот Ну и В России Я ездил И Казахстан И Новгородскую И Псковскую Встречали тепло Встречали И песни Понимали Было очень приятно Что все эти Некоторые песни Были им знакомы По звучанию По телевидению По радио Поэтому Они встречали Как-то и аплодисментами Было очень много Интересных Случаев Ну вот Я с Клавдией Ивановной Был на концерте Однажды Да И Мы приехали На концерт И грим-уборная Была Ну это как Не прибрано И на зеркале Был вот такой Слой пыли Большой И Клавдия Ивановна Расписалась Значит Клавдия Ивановна Шульженко Я говорю Клавдия Ивановна Зачем она Отпусти Будет Стыдно Что Приехала На концерт Народная Артистка Советского Союза Они не Соизволили Убрать Даже Помещение Звонят Колокола Ох Куда Дорога Привела День Восходит И цветет Сирень А каким Он будет Этот День Слышен Вместо Слов Звон Колоколов Звон Колоколов